Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Швецию в Сидмэйр Стивилизейшн 6 Гэзрин Сторм. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо, по идее, ссылочка появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ух, как разлилась. Кто? Нет, ну это уже подстава, я считаю. А что случилось? Потому что там мои юниты стояли. На Дунае, Дунае разлился. Я только вижу просто, что нанесло урон военному району и копейщику венгры. Ну что, священное место плюс 3. Ну, центр коммерции, наверное, тут надо поставить на плюс 3. Потом универ. Может, сначала даже универ один ход все-таки. Так, что там у нас с археологическим 580. В следующем ходу будем покупать. Круга с веточку. Блин, 9 ходов. Может, в темный уже лучше сваливаться. Почему пикинер, который 63 мощи и антикавалерийский юнит наносит намного меньше урона летучему отряду, чем мушкетеру, которого тоже 63 мощи, но при этом нет антикавалерийского бонда. Ну, антикавалерийский имеется в виду, что плюс 10 к силе. Ну, так я и говорю. Пикинер намного меньше. Я могу предположить, что мог, например, венгр взять прокачку напротив антикавалерийских юнитов. Не прокачанный вообще мушкетер. Так, 63, может быть, с учетом как раз этих плюс 10. Ну, да, я понимаю, но 63... А, ты про это? Ну, они одинаковые силы, получается, что тот 63 плюс 10, что это 63. Ты меня чё скип еще и с воды хочешь? Хочешь, necessary for the one? По всем фронтам, по всем. Нет, карта мне не нравится вообще. Торговать нескому. Ужас. Что-то сейчас обидно, конечно, было торговать нескому. Так у нас там ресурсы одинаковые, грузины. У нас у полкарты ресурсы одинаковые. А как мне она не нравится. Поленки, наконец, скажи. Что рассказать? Расскажи, как она идёт. Ну, вот ты мою территорию видел? У меня плоскодонка, три горы на всю территорию и практически нет холма. Я надеялся там, вот как раз за счёт разогнанной науки побыстрее там выйти в лесопилки на джунглях и тому подобное, чтобы хоть как-то производство разогнать. Ну, у меня это не вышло благодаря вам. В итоге, ну, я не знаю, я уже последний практически по науке. Производства у меня нету, как не было. Ну, остановили. Чё сказать? Вот что значит вырываться по науке вперёд. А у меня были другие опции. Я объяснял, почему я собирался по науке вырываться. Почему мне это было необходимо. Потому что у меня производства нету вообще на территории. Трое в золотом, трое в тёмном. Прикольно. Не хочу я, наверное... Кругосветку делать? А дорожку строить? Обязательно мне в Стокгольме. Где я её могу? Ага, вот здесь давайте. Так, один вход надо... Ну, рынок... Мне кажется, тут не нужен. Кампус? Нет. Военный лагерь? Нет. Развлекательный комплекс? Ну, я бы здесь аквапарк построил в Стокгольме. Давайте ещё одного строителя тогда. Один ход. Так. Первый посол пора сменять. Значит. Плюс два к влиянию. Тут пока всё оставляю. Хотя можно... Нет. Оставляю. Думал, плюс сто процентов гавани. Ну, блин, два города всего. Оно того не стоит, как мне кажется. Надо в москат. Две. Два отправлю. Блин, тут суровые... Ну, просто ланшот здесь будет моего лука, поэтому я отхожу. Но город не должен брать силой 41 этот. Не думаю. Скиф, а ты там сильно занят? Можешь убрать своего разведчика с мелью? Колониализм. Пойдём в естественную историю. Опять несчастье надо поторговать. Ресурсами. Трюфели и цитрусовые у венгра. Так. Что я могу ему предложить? Жемчуг. А, янтарь. Что я ему уже торгую? Что-то из этого либо жемчуг. А, не жемчугу и не янтаря. Нормально тогда. Венгр, предложение. Что он всё за моим этим мучником идёт? Так, то есть Грузия со Скифией воюет, да? Настал смертный час. Скифу. Второй уровень. Надо культурный заключать с венгром теперь. Так, тут мы один ход отложим. Строительство. Блин, вообще уголь надо обработать. Чё я всё... Рынок. Не, ну там дамбу я не хочу устроить. Амбар. Давайте торговцы ещё. Тут откладываем на один ход. Можно производство отложить. Ничего не произойдёт страшного. Так чё, бразилец, ты на меня нападать собираешься? Вообще нет. Так, уже... Грузин сдаться хочешь? Нет, не хочу. А почему я должен на тебя нападать? Видимо, только ты ему не объявил войну. Не знаю. Я тоже не объявлял войну. Грузин. Тогда я... Без понятия. Он, по-видимому, решил, что раз я заключил союз со Скифией, значит, должен нападать. Нет, у него здесь... Нет, у него здесь я ещё увидел кораблики разные. Я думал, может, у меня пограбят. Кораблики разные. Кораблики плавают, изучают территорию. И что в этом удивительно? К следующему ходу надо авиацию будет отложить. Инженер. Ну, такси инженер. Мастерские дополнительно культуру дают. Что-то, по-моему, это не самое зэбэ. Практически ваншотнул, видите? Так. Надо поставить карточку. И апнуть опять. Не добил этих варваров, сойти опять приперлись. Опять набег варваров на мои города. Да, Огырка, да ладно тебе, давай подружимся. Помиримся. Не хочу. Я не перебросил. Какое-то перебрасывание слишком много кликов требует. Ничего интересного. Ну, можно амбар уже тут уменьшается количество жилья. Мне в Янчопинге надо будет фабрику купить, видимо. Ладно, поехали в исследовательские гранты, похоже. Кстати... Зачем мне с тобой мериться? Вот ты мне испортил просто всю игру полностью. У меня сейчас вообще никаких хобсов. А, ну, то есть, если бы ты выиграл, то... Как не бы выиграл? Господи, у тебя поставили... Ты понимаешь, что у меня вот та же Чеченица строилась 18 ходов в столице? Это все решается лесопилками. Да, да, как бы мне выходить, черти сколько. У тебя там холмы рядом с Бразилия, там не обработанные. Ну, я еще не все вижу. Ни Фрид есть. Ну, как бы, можно было бы найти... Скидка на улучшение, он кажется, на поселение. Когда ты видишь то, что у тебя одни холмы, точнее, джунгли, которые можешь обрабатывать только в меркантилизме. Ну, или чуть пораньше, не помню, как его. Я тогда, когда взял этот самый, я не видел, насколько тут плохая территория. То есть у тебя там с первой руинки выпала вера, и ты решил так вот взять... Я видел, что территории у меня много, и я хотел ее побыстрее заселить. Тут дело не в этом самом деле. Никуда. К тому же я увидел, что тут Леша не так далеко, хотел в его сторону побыстрее город поставить. Ну, то есть твоя жадность к города в его сторону, она тебя, в частности, так получилось погубить. При чем здесь жадность? У меня был план... По-моему, его погубила Венгрия, все-таки. Да. Да ладно, блин. Я только сейчас почти себя оправдал, но ты чего? Погубила жадность тебя. Говорит, я тут... А ты тут просто рядом проходил мимо. Так, в СМИ. Так, ну по культуре я уже вперед вышел, но Венгер... Ой, Венгер, норвежец меня, конечно, по науке пугает. Ну, как пугает? Ну, плюс 60 это прилично. Плюс 60 это прилично. Блин, я авиацию не отложил. Ну, наверное, уже не буду откладывать. Один ход остался до ее открытия. Нету смысла. Что рулька еще 4 хода будет строиться. Это, конечно, шпионы без разведывательного управления. Леша, ну зачем? Ну вот... Ну зачем? Ну, качаю шпионов. Я только твои города вижу. Дело в том... Дело в том, что... Ты бы качал хотя бы на том, что как бы не принесет вреда. У тебя коммерческий район в двух городах всего лишь. Ну так ты бы, не знаю, там... Господи... Лояльность уменьшал. Там Техи воровал. Хотя ты впереди, но... Но неважно. Техи еще меньше шанс. Что они у своего... Ладно, уменьшал лояльность. Там она проходит, насколько помню, лучше. Так, зачем делать перехода? Непога не буду в ров-регаты. Что ты все за этим раненым? Потому что он союзник, и ты не можешь по-другому ему ничего снять. Да, например. Как вариант. Так. Строители... Вестероси... Вестероси... Универ чиним. Ну что, и здесь уже... Не хочу я там Оксфордский ставить. Шпионов я тоже не хочу делать. Давайте гранты. Я считаю, что венгр самый недружелюбный. Надо претензии против венгра кидать. Согласен. Против скифа кидаю. А... Против скифа? Да. Ну вот, как ни странно, я бы предложил против Кристины кидать, что... Не претензии. Нет. Нет. Против скифа кидать не расширяется под влиянием культуры. Знаете, это та самая резолюция, которой надо просто угадать, что выберет большинство, чтобы получить лишнюю очку. Да, да, она скифа кидает. Больше она ни на что не влияет. Слушай, ну у Кристины 159 культуры. Она культурная женщина. У нее там, не знаю, уже пошли головы оленей валяться по всему, по всей территории. Или она еще головы оленей не раскидывает. Там сейчас может легко быть плюс, там где-то 100 на ул, чтобы по поводу лампу с грузового и культуры плюс 50. Давайте ее забаним в расширении территории. Ну, это уже не сильно... Ну, то есть... Да, да, надо, но в нем он... Делать, что мы как раз будем после тех, которые угадают. Я понимаю, что она может перебить, она, извини, Алексей, он может перебить все, что мы сделаем. Но... Тем не менее. Прошло все, за что я голосовал. Что ж там по дипломатии? Кольцо замкнулось. Блокада Ленинграда успешно начата. А ты точно за тех играешь? Ну, это у него такие достаточно интересные города. Ну, это... А. А, аут Ngann- А. Вот. Какой мы... Кольцо. 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 Для этого я возьму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, когда там уже темный век? Блин, мне одну очку осталось... Нет, два очка. Два очка до выхода. Так, вот эту клетку мы передадим Хельсенбургу. Здесь ставим голову оленя. Так, теперь здесь. Ну что, придется вырубить, видимо. И тут голову оленя поставить. Что там эта голова оленя делает? Плюс два лояльность ход, плюс два культура, плюс... Закажи тип ландшафта. Только за тип ландшафта, ладно. Чё-нибудь менять будем. Давайте, наверное, апну... Ай, уже апну. Начал скиф уже задумываешься проигрыша. Блин, какой я дебил! Я не знаю, как обыграть не... Грифил грузинскую мощь. Боже, какой я дебил! Ну, вообще, там Норвег 222-117. Мне надо побыстрее с тобой разбираться как-то. Я и отстану от него. Лёша сейчас выйдет тоже на 200 с чем-то. Давай-давай. Вообще, я не могу назначать. Дааа, блин. Как я сейчас тупо просто сыграл. Причём, понимая, что не надо выходить. А дворец потало только рядом... Только на халмарке, только рядом как-то прибавить. Нет. У нас жмот, ты его нельзя исправить. Кто жмот? Сам ты жмот. Чё-нибудь жмот, у нас мод. Мод, наверное, жмот. Ты сказал, у нас жмот, его нельзя исправить. Блин, как я вышел в нормальный век. Типа, какой я дебил. Те же мотяры кругом. Просто нет слов. Не, ну кампус тут всё равно надо ставить. Плюс три, к сожалению, не могу сделать. Ну, плюс два. Хотя бы. Специально не делал кругосветку. Специально не аппл юниты, вот этот. Не аппл. И в итоге радостно поставил уникальное улучшение. Своё. Да. деньги упали конечно после но это закончился золотой век на на денежки который был алюминий довольно хорошо расположился хорошо смысле вещь у тебя но можно так сказать поле до сих пор не так сейчас надо ли он будет а проапгрейдить в это улучшение здания не могут быть повреждены мы сюда пойдем без аквакультуры в этот раз ручка моя это хорошо стокгольм будет что ленинграда было на сталинград теперь должен переломить ход войны именно здесь знаешь сделать это как-то сложновато у тебя пушки моих мечников с одного тупо выстрела вырубают да да в этом план как здесь издать 227 приказ что-то нормально не шагу назад ты можешь с кем-то договориться тебе объявят войну под плывут с подводными лодками и будут тебя с побережья обстреливать а аналог этого приказа это в темном веке карточка на плюс 6 но она я так понимаю не сильно тебе поможет так давайте здесь строители что-то надо вырубить что-то ничего грабить что ли ну так не интересно блин шушу арку парк я хотел я выражаю решительный протест скорость игры больше городов ставьте ничего нельзя сделать что там предложить могу давайте так следовательские гранты тут завершены кстати давайте дворец потала построим почему нет тут нормально будет так еще ли он повышаем все терь там мне в том городе ничего разрушить не могут нет смысла в броненосце мне кажется апгрейдить так моменту надо рис убирать не для аэропорта для головы для головы оленя пример хотел тут аэропорт строить ладно долго ждать я лучше уже сразу поставлю и в ребру нельзя да кати карта странноватая карта странноватая да чуть это уже не успеваю уже поссорим будет ли у меня рад окажется не просто пал нет как китлер завещал скорее он нам не нужен он будет сердце со земли да блин алюминий у меня нету то что по глаза оснашает так 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 подождите ну чё надо поленки захватывать по ходу а это будет тяжело без самолетов или просто сидеть дальше развиваться но я бы конечно венгра хотел захватить у венгра тоже алюминия нету ну надо значит я даже не знаю тогда ну давайте пойдем тогда в химию пока заодно у нас тут каролинская пехота имеется застут ли захватывать поленки ради одного ресурса алюминия что вы делаете смысле в каком смысле рапану и объявляет войну венгрии видимо перед перекупают кто-то а вы же воюете до сих пор точно как воюет завязывайте я уже кидал предложение точнее мир там жвачка все такое но ты мне игру испортил я тебе игру порчу чуть-чуть нет и не портишь только против только ты не можешь каравана через меня пускать к другим нациях я думаю грузин уже прошло себя караваны и не кинуть ты только кляша можешь мне вполне достаточно надо будет юниты мои убрать здесь от скифа сразу кучу городов должен увидеть по идее можно к эти побережье еще скифу неаполя пограбить только один город увидел округа светочка завершил все браться отступать дальше некуда позади москва вообще-то на впереди из посмотреть для меня впереди а для тебя ты на москву получается я могу на все сразу идти там сейчас сужение этой территории поэтому блин я тут мог театрал q поставить пригороды мне некуда ставить аквариум на аэродром тут не убирая скот уже все прям так бахаем наверно бюсс и в мехико я про только две фабрики но этого достаточно 135 монет нормально не убирая скот. блин ушел с места раскопок ну реально таймера у нас не хватает здесь я вот это хотел убрать давайте пока один не один высок а там 4 исследовательский почему фестиваль театральной площади они исследовательские гранты давайте все так ровненько идут только вот норвежец впереди по науке пошла здесь уже голову лося поставил где-то не понял что здесь голову лося не могу сделать не дайте что на пойме его нельзя ставить ну лук написано но это ангар сделал не лук нет это лук почему я здесь не могу ну хреново что я могу сказать зря только рис убирал получается так а почему меня художественный музей разрушился разлив реки да да зашибись вот и чего чего я боялся всегда трындец просто трындец все это ремонтировать надо теперь лишь продлинулся мне каперов ну да я все тут давай культурный в этот раз почти кинул за дружбу у меня очень много уведомлений я видимо не увидел сейчас ему и ордон уже не могут поставить потому что не хватает жителей пригород я не хочу здесь ставить до подстава от игры это у тебя разлилось так а куда у тебя дамба не до прикол в том что я там оставил место для дамбы и оказалось что я там нельзя поставить я не а там должно быть две соседние клетки да да именно так кинул союз о aide у у и у у да а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом пока всё. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока!